Академик Богдан Данилишин Чтобы рассказать им очередную историю, которую тем, в свою очередь, нужно будет передать народу Украины, чтобы он, народ, понял следующее Отсутствие реформ в нашей стране является объективным следствием внешнеполитического давления северо-восточного соседа, а не банальным нежеланием украинских политиков их проводить Данный феномен был описан Зигмундом Фрейдом и назван им переносом Перенос или трансфер от английского transference – психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе пережитых и переживаемых чувств и отношений, проявляющихся к одному лицу на другое лицо Объяснение сложных общественно-политических явлений одной причиной представляет собой признак архаического мышления украинского политикума Это, наверное, одно из важнейших доказательств того, что в Украине продолжает функционировать так называемое естественное государство Дугласа Норта, которое борется за свое существование И ни при каких обстоятельствах не хочет превращаться, вопреки воле народа, в государство открытого доступа Это как если бы в известной сказке про царевную лягушку, жаба категорически не желала становиться принцессой Невозможность быстрого начала полномасштабных реформ постоянно объясняется украинскому народу тяжелым положением, сложившимся в украинской экономике под воздействием военной агрессии России Однако, как описывал в своих трудах британский историк Арнольд Тойнби, внешнеполитическое давление всегда в истории было одной из главных причин как раз политического возвышения государств Государства же, которые не могли достойно ответить на такие внешние вызовы, исчезали с политической карты мира Самый яркий пример такого поведения в современности – Израиль Эта страна с момента провозглашения независимости в 1948 году превратилась из государства, в экономике которого превалировал сельскохозяйственный сектор в по-настоящему высокоразвитое государство Вторая страна в мире по количеству технологических стартапов после США, постоянно при этом находясь в состоянии военного конфликта со своими соседями Мы же, наоборот, в этом конфликте перманентно превращаемся из технологически развитой страны в сельскохозяйственную Кто мешал и мешает украинским политикам изучать мировую историю, из которой ясно, что естественные государства, для которых в силу каких-то причин заказан путь модернизации технологического развития Яркий пример тому – Россия всегда переходит к агрессивным действиям военного характера, стараясь решить эти проблемы за счет своих соседей В данном случае за счет Украины Если бы наши политики были бы эрудитами и в силу этого они были бы компетентными людьми, разве стала бы тогда агрессия России для них неожиданностью? Тем более, до этого Россия вела себя соответственно. Война в Чечне – первая и вторая. Война в Грузии в 2008 году И разве не знали бы они, как в таких случаях действовать, чтобы предотвратить ужасные последствия военного вторжения? В истории вообще и в современной истории в частности есть достаточное количество успешных примеров того, как надо себя вести в таких случаях Однако, тотальная некомпетентность большинства украинских прежних и действующих политиков не позволяла и не позволяет им этого сделать Логика действий Путина – это логика действий обычного, некомпетентного политического лидера Не можешь проводить внутриполитическую и экономическую модернизацию? Тогда воюй с соседями Это и война в Грузии в 2008 году, и нынешняя война России с Украиной Логика нашего правительства аналогична Не можешь проводить заявленные в предвыборной борьбе политические и экономические реформы? Обвиняй во всем Путина По сути, в этом отношении российская и украинская политические элиты – духовные братья Впрочем, этому удивляться не пристало, так как социальное происхождение у них одно Все они выходцы из бурных 90-х, периода первоначального капиталистического накопления и резиновых нравственных норм Путин же не мешает и не может помешать украинским политикам создать реалистический план трансформации украинской экономики Путин не мешает и не может помешать проведению в Украине политических и институциональных реформ Потому что Путин – это не мифический всемогущий герой комиксов Бэтмен А просто президент Российской Федерации Достаточно рыхлого политического формирования с отсталой экономикой Тотально основанной на добыче ископаемых и с практически уже разрушенным промышленным производством Необходимо, чтобы украинские политики это поняли и, наконец, включили бы свой инстинкт выживания Начал проводить радикальные реформы, а не всего лишь их имитацию Чтобы они, наконец, начали отвечать по своим обещаниям украинскому народу А не заниматься исключительно вопросами определения перспектив переформатирования политических властных коалиций И экстраординарными кадровыми назначениями Нам необходимо разорвать этот коловорот, это вечное хождение по кругу Иначе события в Украине будут развиваться по второму варианту вызова и ответа, описанному Арнольдом Тойнбе Современные украинские действующие политики должны или резко поумнеть, что, на мой взгляд, не особо вероятно Или должны быть сменены новой стратой украинских политических деятелей, адекватных Тойнбельским вызовам современного мира Являющихся политиками, которые в состоянии заложить основы современного европейского государства открытого доступа И не занимающихся экзотической и бесполезной практикой Основная цель которой – смешить искандеры русских Для этого нужно видеть страну как целостное образование, сложное, неоднородное, но единое, в котором жить нам всем Ну что же, если не поймете, идите своим путем И Путин с вами!